Здравствуйте мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня у нас с вами будет очередная коррекция на одной из моих клиенток, которая очень сложно относится к выбору цветов. Ей нравится безумное количество оттенков, ей нравится вся моя цветовая гамма, но при этом на своих руках она всегда боится пробовать что-то интересное. Поэтому сегодня будет довольно таки смелое для нее решение, мы будем делать очень яркий кричащий дизайн, но при этом мы смягчим его цветочками до того состояния, когда клиентке это понравится. Тем временем, как обычно, делаем стандартную коррекцию. Мы сняли материал, отодвинули кутикулу, убираем триги, сразу же фрезой снимаем глянец с натурального ногтя, при этом заравниваем ступеньку материала в районе кутикулы. В общем, у нас именно на этом этапе сводится все в единое целое. Далее, как обычно, наносим праймер очень тоненько втирающим слоем базовый гель для сцепления между натуральным ногтем и искусственным материалом. А саму коррекцию сегодня будем делать при помощи полигеля. В данном случае наша коррекция не осложнена какими-то безобразиями на руках. То есть, пальчики у нас довольно-таки ровно растут, ничего сложного, все у нас красивенькие, длины немного, что-то там сильно изменять, поворачивать нам не нужно, поэтому время коррекции сокращено до минимума. Единственное, что в этот раз я решила сделать поджатие ногтей во время коррекции. Для того, чтобы поджатие на данном этапе у меня получилось, я максимально тонко сняла материал в районе вростов. Ну и один пальчик от нас убежал в огороде, поэтому его нам нужно будет нарастить. Но, в принципе, имея под рукой полигель, это тоже не составляет какого-то большого труда и не добавляет времени к полному итогу. Подставляем форму, следим за тем, чтобы форма у нас стала уже, чем наш натуральный ноготочек, и на нее выкладываем в одну каплю материал. Теперь нам осталось все это только попилить. Не забывайте, и мы будем выпиливать внутреннюю арку. Очень удобно это делать вот такими вот фрезами, именно вот такой формой фрезы. Ну а теперь, как я и говорила, у нас дизайн. Мы выбрали вот такой вот красно-коричневый, интересно-кирпичный оттенок. Он у нас будет основным в нашем дизайне. К нему мы добавим яркие желтые вкрапления для интереса. Добавим геометрический узор, и на это все сделаем объемные цветочки. Как обычно, начинаем с выкраски. Выкрашиваем первый слой кое-как, на втором слое аккуратненько доводим наш гель-лак в районе кутикулы и боковых валиков. Если вы давно у меня на канале видели, что я стараюсь никогда не залазить глубоко, ни под кутикулу, ни в боковые, потому что под кутикулой гель-лаку делать нечего. Там у нас единственная живая часть ногтя, там у нас находится матрикс. Зачем нам туда пхать химию? Ну а когда мы не прокрашиваем бока, например, как в данном случае у нас довольно-таки широкая ногтевая пластина, и тем, что я не прокрашиваю бока, я ее визуально заужаю. На самом деле, вот этих вот наномиллиметров ненакрашенных боков в жизни не видно. Поэтому в реальной жизни это смотрится аккуратнее, интереснее, ноготочки смотрятся у нас намного уже, и в целом клиент у нас довольнее, чем если бы я сделала... Мы же тем временем вспоминаем о том, что клиентка у нас очень интересно относится к цветовой гамме, очень сложно ей предложить какие-то вот такие вот яркие, интересные оттенки, но в то же время моя задача, этот интересный оттенок ей предложить и ввести в дизайн таким образом, чтобы ей понравилось. То есть, когда она смотрит палитру с цветами, ей нравится все, она бы все хотела, но она всегда очень боится это применить на себе. Вот мне надо человека приучить к тому, чтобы он не боялся пробовать что-то новое и брать самые яркие, самые интересные цвета, те, которые он, казалось бы, никогда самостоятельно себе на руки бы не применил. В данном случае таким цветом у нас выступает желтый. Итак, мы нарисовали геометрический такой себе дизайн. Теперь желтый для того, чтобы его было чуть-чуть поменьше визуально, для того, чтобы он стал чисто акцентом, желтый мы прикрываем при помощи черной прорисовки. Черная прорисовка подчеркивает у нас при этом яркость желтого, никоим образом его не перебивает, не забивает, желтый остается ярким акцентным пятном, но при этом у клиентки внимание от желтого цвета отвлекается на прорисовку, и желтый уже перестает быть таким пугающим. Самое главное при выполнении такой прорисовки, контролировать кисть таким образом, чтобы она рисовала максимально тонкие линии. При этом линии, которыми я разделяю между собой элементы, не такие уж и тоненькие, они акцентные, они довольно-таки яркие, а вот наполнение желтых линий я буду делать тонюсенькими линиями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, на этом этапе у нас получилась вот такая вот сафари геометрия. Очень интересно, очень стильно смотрится уже сейчас, но опять же для клиентки геометрические вот такие формы слегка непривычны. Это человек, который любит цветочки во всех его проявлениях. То есть нарисуй на любую композицию один цветочек, и все, человек будет твой навеки. Поэтому мы берем и на всю нашу геометрию, на все наше великолепие вырисовываем цветы. Хотя, если взять кого-то другого в качестве клиента, вот такой вот геометрический вариант дизайна уже бы был самодостаточный. То есть этого было вполне достаточно для кого-то другого, но не в нашем случае. Итак, мы нарисовали подмалевки под цветочки, перекрыли их финишным покрытием, а теперь при помощи 3D гелевой красочки на наших цветочках создаем объем. Итак, цветочки у нас получаются беленькими, цветочки у нас получаются нежненькими, только потому что они беленькие, они смотрятся нежно. При этом объем у нас тоже привлекает к себе максимальное количество внимания и перестает акцентно так смотреться задние планы нашей геометрии. То есть всего лишь слушая своего клиента, обращая внимание на его реакции, когда вы что-то рисуете. Вы любой дизайн можете выкрутить таким образом, чтобы он клиенту понравился. И запомните одно единственное правило. Никогда нельзя спиливать или вытирать элементы дизайна. Когда вы это делаете, создается впечатление, что вы не уверены в своей работе. Поэтому делаем лицо кирпичиком и вперед и с песнями переворачиваем дизайн так, как нам нужно. Добавляем еще парочку каких-то элементов и дизайн у нас превращается в совершенно другую картинку. И при этом вы же понимаете, что любому другому человеку с другим мироощущением, с другим понятием от дизайна вы этот же дизайн можете разбить на 4 разных части и предложить 4 разным клиентам. Мы же тем временем пробегаемся белой красочкой, дочеркиваем наши лепестки цветочков и кое-где добавляем беленьких элементов на наш фон. И так у нас получились вот такие вот ноготочки. Как по мне это ногти в африканском стиле. Но вот почему-то у меня это именно ощущение Африки, какой-то саванны, не хватает слонов и жирафов. И при этом клиентка моя ушла абсолютно довольная. Относила эти ногти месяц. Завтра придет на коррекцию. Я у нее узнаю, как ей ходилось с этим дизайном и обязательно напишу вам в инстаграм. Завтра это то есть сегодня, потому что я озвучиваю этот ролик накануне вечером, а выйдет он в публикацию на завтра на вечер. А клиентка у меня записана завтра как раз таки в это время. Поэтому именно после ее визита я вам расскажу, какие у нее были ощущения. А тем временем у меня на сегодня все. Надеюсь вам понравилось. Надеюсь вы поставили лайк этому ролику. Не забудьте подписаться на канал. Всем до новых встреч. Пока.